Сейчас я поняла, что я абсолютно одичала, потому что если со мной кто-то заводит разговор из незнакомых людей, и это там не кассир пятерочки, то я веду себя как твоя кошка. Засыпаешь? Я читаю. Не очень много, но я читаю только тогда, когда я хочу. Получается у меня... Ну вот сколько с того момента? Ну вот за месяц я почти дочитал «Героя нашего времени». Это хороший результат. Но я не хочу себя за это корить, да. То есть это как бы мой темп, он мне удобный. И раньше я пытался читать книги с телефона, но у меня не получалось, потому что от меня отвлекают постоянно уведомления всплывающие. В принципе, мне нравится читать физический носитель, ну просто книжку. Но они у меня копятся, они собирают пыль. У меня их правда... Ну то есть было время, когда я прям скупал книги, я их не читаю. И там в поездку, например, взять с собой не так удобно. Поэтому я в какой-то момент все-таки решился и купил себе электронную книгу. И, боже, я не пожалел ни разу, потому что эта книжка, она вот такого размера, знаешь, она помещается мне в карман куда угодно. Там просто миллионы книг, которые я никогда в жизни не прочитаю. У меня прям зашел такой формат, и я вот остаюсь на нем. Условно можно разделить форматы на три самых основных. Три основных носителя. Это более-менее похожий между собой электронный формат, да, это электронная книга, и бумажный носитель, это книга физическая. И есть еще совсем другой формат аудиокниги. Он немножко особняком стоит, поэтому я предлагаю сначала обсудить первые два варианта, плюсы-минусы. И я знаю, что я предпочитаю физический носитель, бумажный, а ты предпочитаешь электронный. Ты уже несколько позиций высказал, почему ты ее предпочитаешь. Я предпочитала всегда бумажный носитель, физический. По двум причинам. Вообще есть пять способов условных восприятия информации. Ты сам можешь их назвать. Зрение, обоняние, вкус, осязание и слух. Я, наверное, больше завязана на зрение, то есть я визуал. И во-вторых, второе доминирующее чувство в моем случае – это осязание. Я кинестетик. Мне важно потрогать, почувствовать поверхность. Поэтому мне очень тяжело в самоизоляции, потому что я постоянно вижу людей через комплектер, и когда я разговариваю по телефону, мой мозг вообще не догоняет. Он слышит звук, и поэтому я постоянно хожу, начинаю ходить по квартире, потому что мой мозг начинает искать собеседника. Вот эти вот суетливые движения. Прикольно, да, смешно. Да, это не то чтобы смешно, это всех бесит вообще. Мне важно тебя потрогать, хотя мне это неприятно, именно тебя трогать. Очень зыбкая текстура, такая рыхлая, я бы назвала. В ней можно застрять, в этой текстуре, кстати, очень легко. Ну, поэтому я с тобой столько лет. Да, так слушай, я своего одноклассника из 30-й школы недавно достал. Из пухка. Поэтому я испытываю вот этот вот тот самый кайф, которым я тебе рассказывала, перелистывая страницу. Об электронной книге, возможно, у меня очень старая электронная книга, ну, ты знаешь, мне достается все по наследству, я все донашиваю за другими. Вот, и мне досталась электронная книга, в которой ты не можешь даже нормально, ну, устроить себе, организовать нормальным способом навигацию по страницам. Нету ни оглавления, ничего. То есть ты блуждаешь по тьмах. Также для меня важно делать пометки в книге. Я знаю, что в современных книгах, которые мне достанутся лет через семь, в наследство от кого-то, можно уже делать какие-то пометки, но мне доставляет... Электронных не имеешь в виду? Да, электронных, конечно. Спасибо. Там можно делать эти пометки, но мне доставляет определенного рода удовольствие делать заметки пометки вручную. А часто, когда я обращаюсь к старому тексту, к старой книге, которую я читала давным-давно, я встречаю там свои собственные пометки, я даже не могу разобрать, что именно я имела в виду. Это какой-то атлитоз в основном. И помимо того, что я читаю... Медоруны? Да, перечитываю какой-то текст, я вижу какую-то сатанинскую символику там, непонятную мне уже спустя там 6-10 лет, но это доставляет еще один уровень удовольствия от прочтения книги, общение с... С собой 10-летней давности. С собой из прошлого. Да, с собой из прошлого. И помимо этого, я очень люблю приобретать книги в букинистических магазинах, и там тоже часто я встречаю пометки других людей. Это вообще отдельного рода удовольствие. Учитывая, что у меня была когда-то археологическая практика, и... Археологическая практика, это когда ты, что, закладки искала? Женя, мы же это выражем. Это дело привычки. Ну вот, сейчас мы с тобой это обсуждаем. У меня привычка читать была выработана много раньше, чем у тебя в детстве. И тогда никакого разговора о электронных книгах вообще не шло. Был ты Магочи, и все. И Сименс С-35. Мечта. Наконец-то он появился у меня. Да, да, с днем рождения. Я всегда говорю, что нужно немножко подождать, и все... И все будет. Чего хотел ты. К тебе придется само. Вот мы с тобой обсудили условно два очень похожих явления. Бумажный носитель и электронный. Да. И есть формат, который сильно отличается от них. Это аудиокнига. Очень много вопросов поступало по поводу аудиокниг. То же это самое? Что это вообще такое? Считается ли, что я читаю, когда я слушаю аудиокнигу? Опять же таки, все упирается, мне кажется, в способы восприятия информации. Я на слух воспринимаю очень плохо. Я слышу только, если про меня гадости говорят из другой комнаты. А есть люди, которые лучше воспринимают информацию на слух, и, естественно, им подходит такой способ, такой формат чтения, как аудиокнига. Кто-то лучше это воспринимает. Меня в аудиокнигах не устраивает несколько там вещей. Например, я не могу сконцентрироваться на звуке, достаточно погрузиться в него. Это мои особенности. Во-вторых, я не могу управлять динамикой чтения. Когда ты читаешь текст, ты сам себе там бог. Ты с любой скоростью по нему движешься. Темп, возврат к какому-либо куску. Ты сильно зависим от диктора. Это тоже очень важно. Тебя может очень сильно раздражать голос, манера. Ну, разве что внешность тебя не раздражает. Еще, ну, то есть это все равно интерпретация. Они интерпретируют этот текст по-своему. Как они хотят или как им говорят. Ну, они отыгрывают его. Да, да. То есть это все равно лишает меня этой возможности. Хорошо, а можно ли назвать прослушивание аудиокниги чтением? Это чтение? Для меня, наверное, это все-таки чтение, да. Потому что для меня любое ознакомление с художественным текстом – это чтение. Ну, и когда мы говорим о аудиокнигах, мне кажется, нельзя не вспомнить про людей, которые страдают дислексией. Это нарушение навыков овладения письмом и чтением. При этом эта особенность никак не сказывается на интеллектуальном развитии и на способности к обучению. Очень многие люди с подобного рода особенностями писали и спрашивали, считается ли аудиокнига чтением. Я думаю, что невозможно после этого вопроса сказать, что нет. Правда. Да, да, да. Да, согласен. Поэтому, резюмируя, да, кратко резюмируя то, о чем мы с тобой говорили, каждый дрочит, как он хочет. Дорогие зрители, мы с Дашей всегда за дрочку по собственному желанию. Собственными способами. Вы можете читать, когда хотите и как хотите. А можете не читать, если вам не хочется. Делайте просто то, что приносит вам удовольствие. Что бы мне поделать, только бы не почитать. Ну что, рассказывай, с чем ты пожаловала ко мне сегодня? В этот раз я пришла к тебе с довольно скандальным текстом. Не столь скандального автора. Наверное, это произведение знакомо далеко не всем. Вот смотри. Александр Куприн Яма. Да. Дениски на рассказы, это он? Ты с ума сошел? А что он написал? Что у него известное? Самой известной его повестью является поединок. Он написал Олесю, гранатовый браслет. Он написал Гамбринуса, Белого Пуделя. У него, ну, довольно много текстов. Во-первых, хотелось рассказать пару слов про Куприна. Мне очень нравится, во-первых, что у него нет отчества никогда на книгах. Когда мы с тобой говорили про Гоголя или про Лермонтова, мы всегда обращались к ним по имени-отчеству. И Александр Куприн, он еще не Сашка, но практически. У него уже в моем восприятии с самого детства отсутствует отчество. Это человек, которого ты можешь встретить в баре, в кабаке и догудеть с ним до самого утра. С ним связано очень много скандальных пьянок и выходок. Светская хроника часто писала о его похождениях. Он мог нажраться и в пьяном бреду начать телеграфировать царю. Слава тебе, Господи, тогда был только телеграмм, но он телеграфировал царю, на что, ну... Телеграмм уже был? Ты на него выдумывал, ему пять лет максимум. Подожди, подожди. Дошло. Просто, мне кажется, телеграф это называется. Да, да, это называется телеграф. Спасибо, Жень. Ты там не дремлешь. Контролируй меня, ладно? Хорошо. Вот, и он мог телеграфировать царю, на что он получал в ответ краткие сообщения, типа, закусывайте. Мне кажется, что тебе нужна татуировка со словом закусывай вот здесь, чтобы каждый раз, когда ты подносила бокал к рту, ты могла бы об этой опции вспомнить. И, может быть, тогда бы ты перестала мне звонить, бухая в три часа ночи. Или царю. Я просто, дорогие зрители, я не могу этой историей с вами не поделиться. Как-то раз Даша позвонила мне в три часа ночи. Совершенно не в себе. Значит, разбудила меня своим звонком. И сообщила следующее. Женя, я тут в баре встретила чувака. Он говорит, что он тебя знает. Я говорю, ну, может быть, и чего. Ну, мне кажется, он пиздит. Ладно, все, пока. И положила трубку. Просто кошмар. А я уснуть уже не мог. Думаю, боже мой, да что за чувак? Ну, он пиздел. Куприн перепробовал много чего в жизни. В том числе он два раза пробовал быть в браке. И первый брак у него был очень специфический. И это была довольно властная женщина, которая истязала его на протяжении нескольких лет. Куприн был очень ленивый. Вот про него всегда говорили, что Куприн, ну... Очень ленивый. Не знаю, он балбес. Ну, да, вот так и говорили. О, Куприн, он очень ленивый. Сам Москва шептал. Ленивый. Вы о ком говорите о Куприне? Ну, вот как-то вот так вот о нем говорили. Так. Естественно, если у него был выбор между выпить и провести время с девками, с друзьями в кабаке и пописать, он выбирал, делал очередной выбор в эту пользу пьянки. И его первая жена быстро это поняла. И быстро поняла, что у него огромный литературный дар. Не пускала его домой, пока он не просунет под дверь главу, новую главу или несколько листков нового его произведения. И когда он пару раз попытался ее обмануть и подсолну туда текста Чехова, А он не дурак, этот Куприн, да? Смешно. И не зря я сказала про Чехова, потому что Куприн, он был не одиночка, у него были приятели. Главный его приятель и друг, литератор был Бунин. И также он там приятельствовал с Чеховым. И с Горьким, да, поры до времени, но потом их судьба развела, знаешь, 17-й год. И Бунин и Чехов даже внешне между собой очень сильно похожи. Они такие вот как раз те самые русские писатели, на которые хочется смотреть и хочется восхищаться их изысканностью. И тут же вот этот вот милый пухляж, Куприн, совершенно трогательный вот в этом во всем своем дебоширстве, пьянстве, упадке. Он эмигрировал в 19-м году из России, это первая волна русской эмиграции, во Францию. Он очень сильно потерялся там, не мог найти себе никакую работу. И меня очень сильно тронула его дружба с Буниным. А Бунин, если ты знаешь, он получил Нобелевскую премию в свое время. И Бунин отдал ему часть денег с Нобелевской премии, чтобы он просто мог со своей семьей выжить. По-моему, это круто. Куприн писал Яму 6 лет и получился не такой объемный текст, на самом деле, учитывая, что я тебе рассказывала, он был очень ленив. И текст получился примерно вот такой, как мы с тобой любим. Небольшой. И он даже не считается романом, да, он небольшого роста. Это повесть, условно говоря. И его не проходят в школе? Вот я... Мы не проходили его в школе, нет. И вот наши дорогие зрители, возможно, смогут нам сказать, проходили ли они Яму в школе, мы не проходили. Мне кажется, что за счет тубуированности темы этого произведения, которое существует до сих пор в нашем обществе, скорее всего, это не обсуждается. Потому что Яма — это текст, полностью посвященный проституткам. Я считаю его беспрецедентно смелым в русской классической литературе. Были некоторые попытки говорить о проституции до Куприна. Ну, все мы там знаем Сонечку Мармеладову, да? Но к ней прекрасные отношения. Ну, то есть, мне кажется, что... Был какой-то резонанс из-за того, что фигурировала в классическом произведении? Ну, да, там же у нее были мотивы, как бы светлые помыслы. Она святая. Сонечка Мармеладова, она святая, она не человек. Она пришла в проституцию и не пала из-за проституции. Она никак на нее, как будто бы, и не повлияла. Она как была рядом с Богом, так и осталась рядом с Ним. А в Яме там прям... Да, Яма — это текст целиком посвященный проституции, понятию проституции, проституткам, людям, которые прибегают к услугам проститутки. На тот момент тема проституции была так же табуирована, как и сейчас. Она была табуирована в литературе, при этом публичные дома и проституция была узаконена. Вот в чем разница между нашим временем. Во времена Куприна публичные дома были официально разрешенными учреждениями с обязательными медицинскими осмотрами. У всех проституток отбирались паспорта и выдавались так называемые желтые билеты, желтые карточки. Они были, с одной стороны, даже не знаю, как сравнивать с нашим временем, с одной стороны, государство знало о них, и у них были какие-то права, как медосмотры, еженедельные. Унизительные, но однако же, ты знаешь, у тебя нос отвалится или нос не отвалится. А современные проститутки только на усмотрение своё собственное или на... Как это называется? Сутенер. Касьян, ну ты чё? Да, называется сутенер, извините. В конце концов, ты можешь просто заглянуть в соседнюю комнату и спросить у этого человека, как он называется. Это странно, да? С одной стороны, это официально разрешённое, официально существующее явление проституции, о котором ничего не говорится. Эта тема до сих пор табуированная с точки зрения морали и нравственности. Согласись. Да, да, безусловно. Это нечто маргинальное, это нечто противопоставляемое нормальному ходу жизни, абсолютно нормальному. А вот Куприн, он такой классный чувак, он взял, да и показал не тот средств жизни проституток, который привлекает и интригует, а он просто взял и показал всю обыденность и тривиальность существования проституток. Его упрекали в порнографическом изображении жизни. Насколько подробно описывалась работа, собственно, проституток, там, не знаю, описывался ли в произведении секс. Есть уровень описания, помнишь, наши там бабушки, там, мамы, мы иногда обнаруживали в их библиотеках эротические романы, где член назывался Клинком, и он вставил свой разгоряченный клинок в ее, там, не знаю, мохнатые, бодрые лоны. Блядь, какой кошмар, нет, я, слава богу, не находил таких книг. И вот в таких текстах иносказательно, и очень смешно, на самом деле, я бы с удовольствием прочитала парочку таких текстов, описывается само совокупление. А есть порнографические тексты, где все описано довольно прямолинейно, например, тексты Маркиза де Сада. И когда я читала самый известный его текст «120 дней Содома», ну, у меня возникали, конечно, вопросики к автору. Сейчас, подожди, пожалуйста, у меня концерт Дэвида Гетры, блядь, под окнами. Ну, вы чё, ебанулись, что ли, там? Сейчас, нужно закрыть окно. Блядь, реально, просто люди приехали, нахуй, включили музыку. Вы чё, блядь? Сейчас запишутся. Я просто, подожди, я просто, я в ужасе, вообще не понял, что это такое. Вы там чё? Откуда вообще? Кто это? Тут реально Сия выступает. Ебануться. Есть люди, которые так поступают, приезжают ко мне под окна, блядь, и включают музыку в любое время. Типа, ничего, что не ночь, ну, просто, какая разница, я могу спать. Ну, что это? Нет, подождите, прислышу, из всех окон. Я слышу, это из всех окон. Я пока пописала. Вы что, ебанулись? Теперь я попису. И вот, с одной стороны, есть вот эти вот наивные, сексуально заряженные книжки для дамочек, да? Да. Которые стесняются слова члена. С другой стороны, есть Десад, в большей степени порнографист, который описывает в основном секс грубо и... Анатомично. Анатомично, да. С другой стороны, есть Куприн. Секс как действие в этом романе практически не описывается. Прелюдии, да, там пару раз есть, есть моменты, но самого секса там нет. Но он не иносказательный, он очень прямой. Главные герои этого текста обсуждают секс разного рода опыты, извращения и вообще всю свою практику. Как я это поняла из книги, секс — это важный актор. Но секс здесь не выступает ни в одной из нормальных своих ролей. На самом деле, вот так вот, если вспоминать все описания секса и последствий секса, никогда ничего хорошего он не приносит, потому что извращено в сознании людей само представление о сексе. Понимаешь? Женщины не получают в нему удовольствие, потому что... В литературе ты имеешь в виду? Нет, умина укуплена в яме. Мужчина всегда после описания секса с проституткой, он испытывает стыдливое отвращение к ней. Всегда. И Куприн несколько раз упоминает вообще прекрасность и естественность такого порыва, как сексуальный, у человека. И негодует, что само человечество придумало все эти морали, все эти правила и установки, которые делают, настолько разобщают двух людей, которые занимаются прекрасным, потому что он часто называет это занятие любовью, после которого должно наступать какое-то духовное единое или хотя бы тебя не должно тянуть блевать. Когда я это читала, мне приходилось часто останавливаться и передышку себе давать, потому что Яма невероятно страшная книга, страшная не потому, что в ней описаны какие-то сверхъестественные вещи, Яма страшна своей обыденностью, своими мелкими деталями, какой-то будничностью и повседневностью. И если ты читал... Ну вот смотри, почему тут интересный такой момент, насколько я знаю, ты никогда не работала проституткой, но это насколько я знаю, но тем не менее тебе этот текст откликался, почему я могу его прочитать, почему он мне нужен, учитывая то, что я не имею никакого отношения к проституции с какой бы то ни было стороны. Потому что он даже не столько про проституток и про проституцию, а про саму какую-то парадоксальность жизни, несвязанность ее, болезненность. И в тексте очень много раскрывается в рамках одного и того же понятия, будь он моральным или аморальным, его двойственность. Как только тебе хочется насладиться своими слезами, тебе хочется пожалеть какую-то проститутку, и тут ты узнаешь какую-то такую деталь маленькую, мерзкую, неприятную, и тебе не удается полностью проникнуться к ней сочувствием. Вот эта сентиментальность, она сглажена. Эта книга, она не позволяет тебе быть сытым своими эмоциями, она позволяет тебе каждый раз менять угол зрения. Женька проститутка, она центральный персонаж такой, который проходит практически через все события книги, и у Куприна никогда нет цели сделать какую-то тупую интригу, знаешь, он может в начале главы написать, что будет с Женькой в конце книги. Ты знаешь исход Женьки, ты не ждешь, ты не сидишь такой, типа, бля, Женька, ну Женька, ну давай, ну как ты, ты знаешь, что с ней произошло, что Женька заболела, что Женька будет мстить мужикам, что она больна сифилисом, и она нарочно заражает всех мужчин, с которыми она вступает в половые отношения, и она хочет заразить их всех, их матерей, их детей, их жен, это образ гневливой, злой, умной и великолепной девушки. Понятно, что я не в тексте и не понимаю, о чем речь, но ты сейчас просто мне сказала, что вот есть такая проститутка, которая всех хочет заразить сифилисом, и я такой, типа, бля, почему, что за бред, нет, не хочу, но при этом ты потом говоришь, что она великолепная девушка, очень хорошая, и я такой, типа, что, почему тогда она хочет всех заразить сифилисом? Я сама не знаю, как к Женьке относиться, вот к главному герою книги, я не знаю, как к ней относиться. В какие-то моменты мне ее жаль, в какие-то моменты я ей горжусь, в какие-то моменты мне за нее стыдно, в какие-то моменты я ее боюсь. Она живой человек, как будто бы. Она живой, да, вот я говорю, что женские персонажи, они очень живые. Я тебе сейчас зачитаю коротенький отрывочек, но вот есть две странные действительности, древние, как само человечество, проститутка и мужик. И мы о них ничего не знаем, кроме каких-то сусальных, пряничных, ёрнических изображений в литературе. И вот после прочтения этой книги я не скажу, что мне стало что-то яснее с проституцией или с мужиком. Нет, я кое-что у них узнала, но никаких ответов я там готовых не нашла. Поэтому оправдание ямы другим, там было два лагеря, когда роман вышел. Одни говорили, что это порнографический и аморальный роман, а другие говорили, что у него есть моральная составляющая. По мне, так это не то и не это. Правда. Никаких готовых установок там не будет дано. Там даже есть очень много насмешек над сердобольным участием в жизни проституток. Есть один персонаж, который пытается спасти проститутку и повести её праведным путём, вернуть её общественности. Вот эти все громкие слова по поводу Клоаки и прочего это ни к чему не приводит. Это не даёт никаких плодов. потому что это всё неготовое решение. Их не нужно спасать. Их невозможно спасти из этой действительности. А кто-то и не существует вне рамок этой действительности. И непонятно, кто из них вообще нуждается в спасении. в борделях. помимо того, что предоставлялись услуги девиц, продавался ещё алкоголь и всякая закусь. На этом заведение тоже зарабатывало. И каждому гостю объявлялся прейскурант на алкоголь, на мандаринки какие-нибудь закусь и на девиц. И вот просто вдумайся, бутылка французского вина 5 рублей стоит. Ночь с девицей 5 рублей. Провести время с девицей 2 рубля и 4 бутылки лимонада 2 рубля. Ну, слушай, тут мне кажется, вот прикольно, что ты об этом говоришь, потому что если бы я прочитал это, меня бы не вызвало это никаких эмоций. Потому что, мне кажется, цинично было бы обсуждать любую стоимость. Если подходить к этому вопросу таким образом, то тогда было бы странно. Ну, типа, ну, ладно, если бы она стоила типа 10 рублей в 2 раза дороже или в 3 раза дороже, ну, тогда ок, ладно, хоть типа тогда, получается, ее тело стоит нормально. Но суть это не меняет. То есть, я бы, наоборот, вообще прошел бы мимо. А это меняет суть. Это меняет суть. Дело в том, что я же тоже там не супермеркантильная сука, да, и я не сижу там и не думаю, за сколько бы продать свою невинность подороже. Я настолько погрузила то есть в материальный и физический настоящий мир быта этих женщин. Да. И вот эти вот те вопросы, что это бесценно, это хуйня. Это имеет цену? Нет. Если говорить о том, что это бесценно, да, и там ну, все эти ханжинские там высказывания на тему того, что как вот можно продавать там себя, свое тело, то тут странно вообще судить о цене, да, вот в этом контексте. Ну, то есть, говорить о том, что, ой, ну, что-то дешево, она еще, она продает себе еще и дешево. Или, хорошо, там, какая-то, какие-то более либеральные взгляды, более либеральный подход, когда ты говоришь о том, что там человек там вправе распоряжаться там с собой, своим телом, так как ему заблагорассудится и делать там все, что он хочет там или умеет. И тут тоже, как бы, ну, да, наверное, вот в этом подходе обсуждать цену это ок, да? Да. Там есть студенты, которые кричат, женщина, это друг человека, у нее есть права, нельзя ее использовать, но реалии не таковы. Тут описывается не решение проблемы, не идейные подходы к ней, они тоже тут есть, но они не выдерживают силы жизни, которые есть в этой книге, понимаешь? Жизнь, она не такова, она не укладывается во все ваши готовые решения. Нельзя сказать, что женщина, будь моя, там есть персонаж, который я тебе говорила, он пытается увести, спасти девушку из борделя, сделать ее честной, называет ее своей сестрой, и в итоге эта жизнь его сминает, он начинает с ней спать. Какое у тебя в принципе в целом отношение к проституции как к явлению? Да, есть такое явление, да, и есть его аспекты какие-то. Я могу, наверное, вот самое примитивное и самое обобщенное, я могу сказать, если женщину туда вовлекают, и она находится в этой ситуации не по своей воле, это отвратительно. Если женщина выбирает это для себя по разным причинам, и кто я такая, чтобы ее осуждать за это, то это допустимое, это только ее жизнь. В романе очень верная мысль, что проституция, наверное, это самые честные человеческие отношения. Ты честно даешь деньги и говоришь как клиент, что тебе нужно, да, и там описывается множество разных ситуаций. Тебе нужна ласка, чтобы она притворилась девственницей, или чтобы она притворилась мальчиком, или чтобы она молчала. И проститутка, как человек, который предоставляет услугу, он тебе ее предоставляет. Узы брака это намного более сложный договор, в котором вилять представляется возможностей намного больше, да, как-то манипулировать, видоизменять, кривить душой. А с проституткой ты что? Все очень просто. Я не понимаю, у меня зависло изображение или ты сидишь с котом не шевелясь? Ну, я стараюсь не шевелиться, чтобы он не съебнул. Привет! Это Марсел. Он подслушивал подверью, потому что мы разговариваем про проституток. Тема, как известно, да ничего страшного, ничего страшного. И ему было интересно, и только сейчас он решился войти. Эта книга не про проституцию как таковую, а про человека. И у меня есть очень личная история, с которой я тоже хочу с тобой поделиться. Когда мы только переехали в Питер жить, мы поселились в дом, в котором находилось 20 борделей. Мы первое время с мамой вообще не выкупали, что происходит, потому что по ночам мы просыпались от звонков в домофон, и там всякие бухие мужики говорили «Девчонки, открывайте!» Вы, разумеется, с мамой открывали всегда. Ну, естественно, конечно, но иногда мама была вне настроения и кричала «Идите нахуй!» Потому что это действительно мешало спать. Мы все равно не понимали, почему нам по ночам звонят какие-то мужики, и как-то в лифте я столкнулась с проституткой. И вот то, о чем пишет Куприн, какое-то, знаешь, считываемое, совершенно считываемое, неуловимое, непонятное чувство, что перед тобой проститутка. Что-то в повадках, что-то в полу, в стыдливом каком-то, стыдливом взоре полуопущенном, знаешь, когда человек не решается смотреть на тебя. И я поздоровалась, и у девушки это вызвало шок. В смысле как будто с ней никогда никто не здоровался, как будто она не заслуживает того, чтобы с ней поздоровались. И вот вся мысль этой книги, что вот все эти женщины это люди, люди в обстоятельствах. И возможно эти обстоятельства никак нельзя поменять. Ну вот нельзя. Вот так вот глупо и смешно и жестоко устроена наша жизнь, и это будет существовать. Но единственное, что ты можешь сделать в этой ситуации, видеть в них людей. Людей с собственной судьбой, характером, выбором, и отношение к ним как грязи, к чему-то недостойному, наверное, мы можем это в себе поменять. Просто. Что делать с проституцией неизвестно, а что делать с человеком очень даже понятно. Человеку человек нужен. Вот и все. Вот так я чувствую. ой, ну да, что-то. Да, блин, мне кажется, так много этого, так много этих названий для людей, и так мало из них вообще нужны. Мне кажется, что тут правда сейчас, извини, меня что-то сконфузила вообще эта мысль, как-то она меня это подсбила с ног. Так это хорошо? Да, это хорошо, это хорошо. как хочется, чтобы люди стали добрее по отношению друг к другу, при том, что в идее мы все задумывались довольно неплохими, мне кажется. Скорее всего. да, и тут просто ну, что-то вот как бы происходит постоянно в жизни, что заставляет нас меняться. И главное, чтобы до конца, наверное, люди не забывали о том, что они люди, и что их окружают люди. Последнее слово, которое мне хотелось бы сказать о Куплине, и это мой личный опыт, но чем больше тебе неудобно читать какой-то текст, чем больше он тебя ковыряет, вот как наш сегодняшний разговор с тобой, когда я просто тебе рассказываю о книге, ты даже ее не читал пока. Чем больше тебе неудобно, чем больше тебе дискомфортно, тем более правдива эта книга, тем ближе она к какой-то к норыву какому-нибудь, к тому, что к жизни, просто к жизни, просто к жизни, просто вот к такой неописумы, никто ее не писал, как она есть, никто. Но чем хуже тебе от прочтения, тем она лучше, как ни парадоксально. Больше дырок, меньше сыра, как говорится. И, возможно, этот выпуск получился чуть менее веселым и задорным, чем предыдущие, но мне кажется, что это не делает его хуже, потому что мы подняли в нашем разговоре один очень важный вопрос. Вроде бы это очевидно, но многие об этом забывают, в том числе я. мы все разные и занимаемся разными делами или не занимаемся делами. Есть блогеры, есть лыжники, есть учителя, есть проститутки. У нас у всех есть кое-что общее и очень важное. Мы все люди. Поэтому давайте попробуем видеть друг друга и пытаться понять. Мне кажется, что чем меньшее количество людей ты считаешь ублюдками, тем легче тебе живется. Да. Так что я желаю вам провести хорошо остаток дня, возможно, даже с книгой. Что бы мне поделать, только бы не почитать. Аригиату. По-моему, это китайский халат. Как сказала Даша, она очень любит физические носители, то есть книжки бумажные. И она в них делает разные пометки, пока читает. И, в общем-то, такая книга у нее сейчас есть с ее пометками. И, как она сегодня уже призналась, ей нравится эксгумировать свои пометки и чужие. И вот у вас, если вы вдруг захотите, может появиться такая возможность попробовать прочитать яму еще и с пометками Даши. Ты там по-русски писала или в бессознанке своими этими... Ну, на самом деле про листовое даже иногда я не понимала опять, что я имею в виду. Поэтому, ну, во-первых, это очень симпатичное издание, правда. Да, красивое. Да, в мягкой обложке и там есть какие-то пометочки и с ними можно соглашаться, не соглашаться или думать, ну, хуя они вообще здесь. Да. И в любом случае вы не потратите деньги на эту книгу. Например. К сожалению, гелик мы пока разыграть не можем, да и не стали бы мы его разыгрывать, еще убьетесь. А вот эта книжка дело полезное. Приходите к Даше в Инстаграм и там у нее будет пост, под которым она расскажет, как можно в этом конкурсе поучаствовать. Субтитры и на